Это сэр Элтон Джон, а это заключенные уральских колоний. Мост между ними проложила общественная организация из Екатеринбурга «Новая жизнь», которая выиграла грант фонда Элтона Джона по борьбе со спидом. На деньги музыканта общественники будут заниматься социализацией, доступом к лечению и профилактикой среди тех, кто освободился из мест лишения свободы. Необходимость работать с уязвимыми группами, чтобы остановить распространение ВИЧ, – одна из основных тем, которая звучала на 22-й международной конференции по спиду. Четверть века Элтон занимается поддержкой и финансированием исследований по всему миру. Сегодня он прибыл в Амстердам, чтобы представить свой новый проект. Миллиард долларов выделен на то, чтобы разорвать цикл передачи ВИЧ мужчинами. Слишком многие по всему миру игнорируют эффект просвещения в теме ВИЧ. Профилактика лечения не в приоритете. Нам необходимы новые оригинальные решения. И это как раз то, что вы услышите в предложении Элтона. Кроме Элтона Джона и принца Гарри, о своей обеспокоенности и работе в теме ВИЧ рассказала актриса Шарлиз Терон. В своей родной Южной Африке она занимается профилактикой ВИЧ и просвещением подростков в этой теме. Экс-президент США Билл Клинтон выступил с докладом о туберкулезе и призвал всех объединяться в борьбе за общественное здоровье. А Кончита Вурст, не так давно открывшая свой положительный ВИЧ-статус, рассказала о том, как важно сделать так, чтобы люди с ВИЧ не подвергались стигме и дискриминации. Для многих людей по-прежнему стигма и дискриминация остаются главным барьером, чтобы не обратиться за помощью, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Пока женщины и мужчины прячутся, пока есть дискриминационные законы, пока есть отторжение в медицинских учреждениях, эпидемия будет только расти. Преследуй вирус, а не людей. Под таким слоганом «Маршем по Амстердаму» прошли делегаты из стран региона Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе и россияне. Наша страна вызывает обеспокоенность у всего мирового сообщества. Мы стали абсолютными лидерами по вновь выявленным случаям ВИЧ. Врачи объясняют это в том числе и тем, что у нас просто очень много тестируют. Только в прошлом году тест на ВИЧ сдали 34 миллиона россиян. По данным, на конец прошлого года в России проживают 944 тысячи человек с ВИЧ. Из них только 346 тысяч пациентов получают терапию. Более 180 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции и более 100 тысяч из них пришлись как раз-таки на Россию. Ситуация тревожная, прямо скажем, да, делается действительно очень много, потому что, например, даже глава нашего федерального спидцентра объявил о том, что стартует пилотный проект по доконтактной профилактике ВИЧ-инфекции. На это получено уже средство. И очень хочется верить, что в следующем году это будет расширена программа. Также мы надеемся на то, что будет расширена работа с наркопотребителями. Например, появится еще больше программ снижения вреда в различных регионах. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что ВИЧ уже вышел в общую популяцию, скажем так, и распространяется не только среди наркопотребителей, до сих пор есть регионы, и Сибирь относится к их числу, где наркопотребление продолжает являться основным путем передачи ВИЧ-инфекции. И, на мой взгляд, без программ снижения вреда здесь просто ничего сделать не удастся.